Девушки отдыхают 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 памяти. 256 мегабайт видео и 700 мегабайт именчестия. В Гоблинс 4 каждый из 16 уровней отдельный мирок со своей особенной логикой и микроклиматом. Мы перепрыгиваем на лягушачьи спинки через реку, чтобы разбудить заснувших стражей, перетаскиваем вещи с огромной черепахи, кормим зубастое растение. И все это в интерьерах вроде торчащей вверх тормашками ноги. Плюс куча необязательных декоративных нюансов. Летающие в воздухе рыбки или кривляющиеся скелеты. Анимации вообще много. Стоит совершить какое-нибудь неверное действие, как за одним гоблином гонится рой пчел, другому на голову залезает паук. Наша оценка геймплея 5 баллов. Единственная серьезная претензия к этой игре ее внешний вид. Чудеса прогресса последних 18 лет обошли Пьера Киоды стороной. Из героев пощегольски выпирают треугольники, а все декорации обтянуты примитивнейшими текстурами. Гоблинс 4 больше всего похожа на подделку студента первокурсника. Очень жаль. Игре куда больше пошла быстромодная 2D-анимация. Наша оценка графического оформления 3 балла. Сами гоблины говорят на собственном шуршащем наречии, поэтому задача локализаторов свелась только к переводу текстовых вставок. Получилось очень забавно. Наша оценка звукового сопровождения 5 баллов. По духу Гоблинс 4 ближе всего к первой части сериала. И те, кто в свое время имел удовольствие с ней пообщаться, получит уникальную возможность вернуться в далекое прошлое. Но и для первого знакомства новая игра тоже сгодится. Ведь удачные головоломки и абсурдный юмор с легкою компенсируют слабую графику. Наша общая оценка игры 4 балла. Гоблинс 4 для случайного человека бронтозавр посреди мегаполиса. Игра не блещет графикой, зато отличное чувство юмора и сложнейшие загадки никуда не делись. Мест, которые не поддаются никаким законам логики, в игре полно. И как пройти самые замороченные из них, вы узнаете посмотрев наши ответы на ваши вопросы по игре Гоблинс 4. Первый вопрос. Где на уровне со скелетом дракона искать челюсть от черепушек? Отвечаем. Первая челюсть валяется у него под дрюхом. Вторая и третья на самом верху. Одну с помощью тугаса надо выбить из скалы, а другую подобрать земле. Следующий вопрос. Как в комнате дюбеля открыть сейм? Отвечаем. Нужно расставить фигурки гоблинов на клетке с буквами в соответствии с их именами и прочитать код бумажки, которую можно найти в книжке со сказками. Следующий вопрос. А что за фишка с золотыми зубами, которые раскиданы по всем локациям? Отвечаем. Если собрать 13 золотых зубов и на 14 уровне отдать их человечку в капюшоне, то вы получите доступ к 15 уровню, где окажетесь на столе создателей игры. Искусство войны. Африка 1943. Варгейм от разработчиков знаменитой игры Вторая мировая. Эта игра посвящена масштабной операции, которая проходила в начале 43-го года в Тунисе и обусловила разгром войск Германии в Северной Африке. Игра искусства войны. Африка 1943 отсылает нас в прошлое к военной операции, которая проходила в начале 1943-го года в Тунисе и предопределила разгром войск Германии в Северной Африке. Оправившись после поражения у Эль-Эламейна, германский Африка-корпс, подкрепленный итальянским военным контингентом и усиленный новейшим вооружением выступил против союзников. Под командованием опытного генерала Роммеля немецкие войска имели серьезные основания рассчитывать на быструю победу. Однако военные действия существенно затянулись и планам германского командования не суждено было сбыться. Игроку предстоит оказаться в эпицентре Тунисской операции и выполнять приказы Роммеля, Монгомери или же Эйзенхауэра в зависимости от того, войсками какой страны он предпочитает командовать. Помимо трех масштабных кампаний, Искусство войны Африка 1943 представляет генератор миссии, уникальный инструмент, который позволит быстро и легко создать собственный игровой сценарий. В отличие от Второй мировой, Искусство войны следует учебнику истории до последней запятой. Важные события останутся неизменными, но кое-где игровые миссии приукрашены в угоду геймплею. Системные требования к игре следующие. Процессы, работающие на частоте 3 ГГц. 2 ГБ оперативной и 512 МБ видеопамяти. На жестком диске Искусство войны Африка 1943 займет 2 ГБ. В игре преобладающей роль играет пехота. Теперь нам дается возможность незаметно прорваться к врагу и перебить всех в рукопашную. Раненый боец запросто может истечь кровью, если о нем вовремя не позаботиться. Все это гласит о том, что в искусстве войны придется следить за тоннами параметров. Искусственный интеллект переработан с учетом важнейшего геймплейного элемента – боев в зданиях. Кстати, на поведение врагов, как и раньше, будет влиять система морали. Сюда она переехала из Второй мировой. Помимо искусственного интеллекта здесь можно отметить честную баллистику – пятерка за геймплей. В графическом плане Африка 1943 не идеальна, хотя может похвастаться объектами, созданными с исторической достоверностью. Вся техника, форма бойцов, ландшафты были созданы по реальным прототипам с учетом малейших деталей. Для этого разработчики перекопали вагон историческим макулатурам. Конечно, это не может остаться без внимания. Четверка за внешний вид. Звук в игре занимает далеко не последнее место. Бабахает так, что мало не покажется. Залпы различных пушек, крики пехоты, звуки техники – все на достойном уровне. Что до музыки, то она традиционна для игрушек на тему Второй мировой. Четверка за музыкальное сопровождение. Искусство войны. Африка 1943 показывает, что авторы делали ставку на точечные изменения и улучшения по сравнению со Второй мировой. Концепция остается практически неизменной, но ее отполировали и заставили функционировать как надо. В игре каждый боец имеет значение, поэтому отвлекаться от геймплея здесь не рекомендуется. Исторически достоверные баталии также заслуживают положительной оценки. Общая оценка игры – 4 балла. Искусство войны. Африка 1943 – это проект, явно заслуживающий положительной оценки. Разработчики проделали огромную работу, чтобы как можно достовернее передать нам все тяготы военного времени. За что им большое спасибо! А теперь пришло время ответить на ваши вопросы по прохождению игры. Вопрос. Помогите кто-нибудь. В одной из миссий мою пехоту расстреливают танки, а мне надо добраться до здания, чтобы организовать оборону. Что делать? Отвечаем. Вам необходимо выделить бойца или группу пехотинцев. Нажать правой кнопкой мышки на нижнюю левую картинку, откроется под меню, выбрать пункт «Б» – скрытое перемещение. После этого ваш боец или пехотная группа будут выполнять все ваши команды скрытно. Следующий вопрос. Можно ли расставлять войска по позициям перед боем? Отвечаем. Да, можно. В аргейме Искусство войны вы сможете расставить бойцов по позициям, отдать первоначальные приказы и проверить их в линии огня до начала боя. Следующий вопрос. Какие виды поддержек реализованы в игре? Отвечаем. В аргейме Искусство войны Африка 1943 реализованы несколько видов поддержек. Бомбардировка, вызов штурмовиков, минометный обстрел. Отдельным видом поддержки можно назвать вызов подкрепления. Смотрите далее. Company of Heroes, Tales of Velo. Нам обещают три новых одиночных кампании, а также абсолютно новые режимы многопользовательской игры. Жаль, что умолчали о чрезмерной краткости игры. Steel Life 2. Продолжение одной из лучших адвенчур 2005 года. Steel Life 2. Продолжение следует... 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 Смотрите далее! Steel Life 2. Продолжение одной из лучших adventure 2005 года. Company of Heroes. Тейлос Вейлов. Нам обещают три новых одиночных кампании, а также абсолютно новые режимы многопользовательской игры. Жаль, что умолчали о чрезмерной краткости игры. Первая часть Steel Life требовала к себе особого подхода. Казалось бы, банальная история противостояния агента ФБР и серийного маньяка оборачивалась настоящим нуар-приключением. Более того, авторы оставили многие вопросы без ответа. Steel Life 2 обещает продолжить историю и приоткрыть завесу тайны. Сиквел стартует в спокойном 2005-м. Дело о чикагском убийце закрыто, и никто не бегает за юными американками с тесаком по подворотне. Виктория, уволившись из ФБР, по-прежнему задается вопросом, кто был этот загадочный маньяк, и можно ли его считать мертвым. Она продолжает собирать информацию о личности убийцы и собирается поехать в Чикаго, чтобы задать пару вопросов своему другу Ричарду. И тут сценарий выкидывает первый кульбит. Следующая сцена начинается уже в 2008-м, где героиня снова предстает перед нами агентом ФБР и занята любимым делом. Как она и предполагала, серийные убийства девушек возобновились в 2006-м году и продолжаются до сих пор. Кто этот новый маньяк? Все тот же чикагский убийца в маске или его подражатель? Рекомендованные системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 2,2 ГГц. 1 ГБ оперативной и 256 МБ видеопамяти. На жестком диске Steel Life 2 займет 5 ГБ. Как ВЭС, Steel Life 2 стала чуть современнее и разнообразнее. Основа прежняя. Мы обыскиваем локации в поисках улик, снимаем отпечатки пальцев, тщательно штудируем пуклое досье с различными документами и подбираем кадры доступа. Но появились и новые детали. Так теперь больше внимания уделяется задачам на время, которые встречаются чуть ли не в каждой второй сцене. К счастью, этот ускоренный пиксель-хантинг обоснован сюжетом. Когда маньяк вводит яд в кровь поломы, а потом предлагает сыграть в игру «Найди противоядие за 5 минут», это, безусловно, сбивает привычный квестовый ритм. Пятерка за геймплей. Визуальная игра однозначно подурнела. В оригинале были вручную отрисованы задники. Мрачные интерьеры, полные неожиданных деталей. Теперь их заменили вульгарные трехмерные модели и размытые текстуры на стенах. Методы нагнетания атмосферы тоже прямолинейны. Приглушенный свет, серые и холодные цвета – все это, по идее, должно вызывать дискомфорт. Но на самом деле нагоняет тоску. Тройка за внешний вид. Звучит вторая часть хорошо. Музыкальная композиция создает нужную атмосферу. А главные герои озвучены профессиональными актерами. Пятерка за звук. Некоторые недостатки второй части объясняются сменой команды разработчиков. Steel Life 2 сделали не сами микроидс, а французы из Gameco Studios. Тем не менее, игра получилась добротная. И в жанре адвенчур она может считаться одной из лучших за последнее время. Четверку получает сегодня Steel Life 2. К счастью, несмотря на досадные недочеты, разработчики Steel Life 2 показали себя достойными наследниками лучших традиций французского приключенческого жанра. Здесь чуть меньше сложных метафор и культурных отсылок, но это по-прежнему очень качественный интерактивный триллер. А сейчас мы ответим на самые частые вопросы по игре Steel Life 2. Вопрос. Убийца схватил полому и запер в комнате с электрическими заграждениями. Как их отключить? Я уже выдернул провод из телевизора и отломал антенну. Но что делать дальше, не знаю. Отвечаем. Возьмите из ящика стола пилку для ногтей. Затем направляйтесь к двери. При помощи антенны вы сможете дотянуться до выключателя. После этого обратите внимание на электрическую стойку заграждения рядом с телевизором. Внизу имеется небольшая крышка. Открыть ее нужно при помощи пилки. Теперь остается только воткнуть оголенный провод из телевизора в микросхему ограждения. И полома сможет спокойнее перемещаться по комнате. Вопрос. Я нахожусь во дворе дома маньяка, но все огорошено забором. Как мне выбраться? Отвечаем. Так быстро выбраться у вас не получится. Вы можете только найти телефон. Для этого разбейте стекло машины и возьмите его с переднего сидения. Там же возьмите ключ от ящика, в котором сможете найти диктофон и зарядное устройство. Затем возьмите лестницу за домом. С ее помощью вы заберетесь в окно комнаты, где найдете розетку и сможете зарядить телефон. Не забудьте внимательно все рассмотреть, иначе вы не сможете объяснить, где вас искать. Компани оф Хироус. Тейлз оф Вейлор. Нам обещают, что в игре будут три новых одиночных кампании, а также абсолютно новые режимы многопользовательской игры. А издатель делает акцент на том, что это не дополнение, а абсолютно самостоятельный продукт. Посмотрим, что нас ждет на самом деле. Оригинальная Компани оф Хироус, вышедшая в 2006 году, оказалась суровой, в меру реалистичной, зрелищной и крайне увлекательной игрой. Студия Relic Entertainment, ответственная за игры Homeworld и Warhammer 40,000 Dawn of War подтвердила свою репутацию маститого разработчика первоклассных стратегий. Сомнений в том, что авторы постараются развить успех с помощью дополнений, ни у кого не возникало. И уже в 2007 году свет увидел addon Company of Heroes, Opposing Fronts. Добротная, основательная и в целом успешная игра. А вот подоспевшая затем Tales of Bailor отличается от предшествия с каким-то легкомыслием и безбашенной веселостью. Дополнение содержит три мини-компании. Одну за США и аж две за Германию. Отдельную за Вермахт и отдельную за Танковую Гвардию. Также разработчики подготовили три новых сетевых режима, каждый из которых навевает воспоминания о чем угодно, но только не о Company of Heroes. Рекомендуемые системные требования. Двуядерный процессор с частотой 2,5 ГГц, 2 ГБ оперативной и 512 МБ видеопамяти, а также 1 ГБ на жестком диске. Для коллективной игры на 6-8 человек системные требования могут значительно превышать рекомендуемые. Самым забавным нововведением игровой процесс стала возможность вручную расстреливать врагов из орудий. Таким образом, военная стратегия легко превращается в немудренный шутер. А иногда игра вообще напоминает своеобразное кино, где пользователю отводится роль зрителя. Авторы настолько оточили искусственный интеллект, что Tales of Bailor благополучно устраивает войнушку сама с собой, где-то кто-то стреляет, что-то взрывается, один отряд атакует, другой защищается. Словом, жизнь бьет ключом, причем без вашего участия. Правда, в мультиплеере пускать бои на самотек все-таки не стоит, особенно в режиме сопротивления, где для выживания необходима слаженная командная работа. Наша оценка геймплея 4 балла. Благодаря качественному графическому движку в Tales of Bailor можно устроить настоящий апокалипсис. Дома рушатся от взрывов, подбитые танки очень красиво горят, в воздухе плавают клубы пыли и дыма, и все это выдержано в характерном для Company of Heroes мрачноватом реалистичном стиле. 5 баллов за внешний вид игры. Звуковая составляющая также не остает. Бодрый саундтрек и яростные крики врагов вкупе с разнообразными спецэффектами будут сопровождать вас всю игру. Наша оценка звукового сопровождения 5 баллов. Релик Энтертеймент выдала очередное неплохое дополнение, некоторая ветренность которого скорее достоинство, чем недостаток. Напыщенность военных стратегий уже порядком достала, а тут можно поучаствовать в зрелищной стремительной войне, не сильно напрягаясь. Жаль, что аддон быстро проходится. Наша общая оценка – уверенные 4 балла за игру. Аддон получился спорный. Внешне игра практически не претерпела изменений, а новшества в геймплее будут интересны разве что для многопользовательского режима. При этом поиграть в Company of Heroes Tales of Valor можно, а мы вам поможем с прохождением. Первый вопрос. Помогите мне пройти первую миссию американской компании. Где мне искать пропавших десантников, за которых дают медаль? Всю карту обегал, никого не нашел. Помогаем? Действительно, придется очень внимательно пробежаться по всей карте. И особенно внимательно обыщите левую сторону побережья. Десантники будут высаживаться в 4 различных точках карты по 3 человека. По мере вашего приближения к точкам высадки, вы будете получать более точную информацию об их местоположении. Следующий вопрос. Я играю на самом простом режиме и выполняю задания без проблем. Но у меня вопрос. Как можно лечиться в игре? Отвечаем. Во-первых, читайте игровые подсказки, в том числе и во время загрузки уровней. А во-вторых, лечиться можно, подойдя к минометному бункеру союзников. Следующий вопрос. В режиме «Скирмеш» на замену сразу доступно 2 единицы техники на каждую из 4 сторон. Плюс неактивный супертанк «Тагер-205», который можно открыть, пройдя компанию. А еще техника будет? После первой миссии из американцев ничего нового не дали. Отвечаем. Больше новой техники не будет. У американцев, англичан и «Панцерлайт» по 2 новых юнита. У немцев 3. Вот и все. А танк «Тагер-205» не такой уж и крутой. Разработчики просто изменили окраску и добавили процентов 15 брони. На сегодня, думаю, хватит. Всю следующую неделю буду разбирать ваши письма и выуживать оттуда самые интересные вопросы. Меня зовут профессор Пуданс. Это был Фак. Кстати, на вап-сайте телеканала Муз-ТВ появился мой личный блог. Заходите и задавайте вопросы. Будем общаться. Вап.муздефиз.тв.ру Я всегда в своем мобильном. И присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobaka.муздефиз.тв.ру Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»!